В преддверии государственного визита наши коллеги пообщались с представителями французского бизнеса в Китае и узнали их ожидания от предстоящего визита. В Пекин Эммануэль Макрон приедет в сопровождении большой группы бизнесменов. Французский портфель предложений довольно увесист. Ожидается подписание 50 соглашений о сотрудничестве с китайскими компаниями. На сегодня КНР крупнейший рынок для французских потребительских брендов. В планах у двух стран создание инвестиционного фонда в размере 1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на развитие французского бизнеса в Китае. В последние 20 лет мы наблюдаем в Китае множество реформ. Рынок становится все более открытым для иностранного бизнеса. Мы чувствуем себя здесь уверены. Нам приятно было услышать посыл 19-го съезда КПК о том, что Китай идет навстречу глобализации. Мы надеемся, что нынешний визит французского президента откроет для нас новые возможности в развитии. И это, конечно, позитивно отразится на росте потребительского интереса. Китай и Франция сейчас стали ближе, как никогда. Производство, логистика и розничная торговля. Десятки французских компаний построили в Китае перспективный бизнес. Многие предприниматели уверены, что китайская инициатива «Пояс и путь» придаст партнерству дополнительный импульс. И эта тема, кстати, в повестке обсуждения лидеров двух стран. Проект «Пояс и путь» открывает много возможностей для нашей компании. Возьмем логистику. Например, в октябре прошлого года мы стали пользоваться услугами поезда, который следует от Ухани до севера Франции. Таким образом, время в пути наших товаров сократилось на 50%. Такое преимущество дает нам железнодорожная система Китай-Европа, которую стали развивать после старта инициативы. Также Франция является членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И это направление открывает широкие возможности для расширения сотрудничества двух стран. Олеся Корзун, CGTN.